Субтитры делал DimaTorzok Для яхты «Апостол Андрей» Архангельск – традиционная часть маршрута. Отсюда судно вот уже десятый год подряд начинает движение в Арктику. В этот раз яхта прибыла из Санкт-Петербурга, пройдя острова Валаам, Беломорск и Соловки. В этом году у нас уже будет 11-я арктическая навигация. Но предыдущих три они не были связаны с Архангельсками, с Белым морем. Это были кругосветные плавания. Яхта «Апостол Андрей» – одна из самых известных в мире. Создана специально для плавания в полярных морях. В конце 90-х парусник впервые в истории мореплавания прошел по Северному ледовитому океану и совершил первую кругосветку. Затем была вторая – вокруг западного полушария. А после – через айсберги Антарктиды. Яхте уже 21 год. Но с виду хрупкий парусник не уступает по выносливости судам ледового класса. Если представить, что на днище лежит у нас лист стали толщиной 20 миллиметров, это очень толстая сталь. Я думаю, что из всех стоящих у нас, окружающих здесь теплоходов, ни у кого нет такой толщины стали. Стальной «Апостол Андрей» оснащен современными средствами навигации, радио и телефонной связи. Имеет все необходимое для жизни и работы экипажа в 5-7 человек. Условия на судне обывателю покажутся спартанскими, но у яхтсменов свои представления о классе люкс. Если в плане качки, то здесь как раз достаточно комфортно, но в корме вообще комфортнее. А плюс койки не широкие, и на попутных ветрах яхта вот так вот валяет с борта на борт, и на широкой койке вообще удержаться невозможно. Стоянка в Архангельске планируется недолгой, экипаж пополняет запас топлива, пресной воды и, конечно, продуктов. Арктика арктикой, но обед по расписанию. Без дизельного топлива яхта не выйдет из порта, без парусов она не сможет двигаться в море и океане. А без еды экипаж не выживет. К островам в Карском море яхта отправится уже 18 июля. Планируется, что путешествие апостола Андрея продлится месяц, после чего парусник вернется в Санкт-Петербург. Артемий Заварзин, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение. В Архангельске пресечена деятельность двух наркодельцов, которые не просто сбывали наркотики, но и сами их выращивали. Двое злоумышленников были задержаны сотрудниками Архангельского линейного МВД 13 июля. Основания более чем весомые. Вблизи же до вокзала в одном из гаражей была обнаружена подпольная плантация конопли. Молодые люди выращивали растения, содержащие наркотические вещества, и неплохо на этом наживались. В итоге против злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 231 Уголовного кодекса. Им грозит 8 лет тюремного заключения. В Архангельске с сегодняшнего дня прекратил работу маршрут номер 22. Напомним, автобус курсировал от улицы Селикачиков до 22-го лесозадовода. Причина такого решения – окончание срока действия карт маршрута и отсутствие оснований для выдачи новых. Городской администрации обещают – на доступности пассажирских перевозок изменения не скажутся. На данном направлении проходит порядка пяти маршрутов, которые смогут вывезти всех пассажиров. В частности, существует 65-й маршрут. Мы увеличим количество автобусов, так же, как и 9-го, и 44-го, и 43-го. То есть, возможности для выезда пассажиров будут. Есть, правда, одно «но». Ни один из автобусов-заменителей не ходит от Селикачиков до 22-го лесозавода. И тем, у кого есть потребность проезда от первой до конечной остановки, отмененного 22-го маршрута, теперь придется добираться с пересадками. А это уже не 21, а 42 рубля в одну сторону. Чтобы охватить другие выпадающие пункты, с сегодняшнего дня автобусы 44-го маршрута заезжают на Дачную, Воронино и Попанино при движении в обоих направлениях. А с будущего понедельника, 17 июля, схему движения изменят и автобусы маршрута номер 9. Они будут курсировать по улице Адмирала Кузнецова и Терехина. 25-й лесозавод удерживает позиции лидера на рынке Северо-Запада. Сегодня еще один шаг вперед. Предприятие было признано лучшим по итогам 2016 года. На Маймаксанском участке 25-го лесозавода слово «модернизация» уже подзабыли. Все потому, что она успешно завершилась 8 лет назад. Был запущен производственный участок в Маймаксе. Спустя несколько лет в Цыгламине вложенные инвестиции 3 миллиарда рублей давно окупились. Сегодня производственная мощность более 1 миллиона кубометров пиловочного сырья в год. Удается не только увеличивать объемы производства, но и создавать новые рабочие места. На лесозаводе трудятся свыше 600 человек. 25-й лесозавод сегодня флагман деревообработки. По итогам 2016 года он был признан лучшим среди деревообрабатывающих предприятий в Архангельской области. 25-й лесозавод у нас проводит очень активно модернизацию. Высокий уровень заработной платы, повышение объемов производства производимой продукции и, конечно же, качества производимой продукции. Поэтому действительно приятно вручать награду представителям данного предприятия. Спасибо. Мы постараемся вас не подвести. Не подвести и упрощить позиции на мировых рынках этому принципу предприятия неизменно следует. Как пример, лесозавод номер 25 приобрел производственную площадку третьего ЛДК, на базе которой реализует инвестиционный проект по строительству современного комплекса лесодеревообработки. Инвестиции составляют более 4 миллиардов. Будет создано 500 высокопроизводительных рабочих мест. Совершенно новое оборудование по самым современным западным стандартам. И в следующем году мы запускаем его на полную мощность. Таким образом, ЛДК номер 3, который становится частью лесозавода 25, будет производить как минимум на 10 тысяч кубометров пиломатериалов больше. И таким образом, мы и так являемся уже самым крупным предприятием на северо-западе среди лесопильных. На церемонии награждения благодарности были переданы руководству группы компании «Титаны» промышленного гиганта Архангельского ЦБК за вклад в развитие лесной отрасли, помощь в подготовке Арктического форума, а также за большую работу по улучшению технологий для сохранения окружающей среды. Артемий Заварзин, Светлана Михеевская, Архангельское телевидение. В Архангельске сегодня стартовал первый гастрономический фестиваль, получивший самое простое и подходящее для такого события название – «Про еду». Гастрономический праздник будет идти две недели, в течение которых пять ресторанов и кафе областного центра участники фестиваля будут предлагать посетителям блюда из кролика от известных шеф-поваров региона. Естественно, по очень привлекательным ценам, ведь это своего рода дегустация. Ее результаты определят путем народного голосования. Съел кролика – обнародуй свое мнение. Помимо оценки блюд и дегустации этих блюд, в рамках фестиваля состоится конкурс видеоблогов, где все жители смогут рассказать о своем рецепте блюда из кролика. 28 июля пройдет профессиональный конкурс «Мастерства среди официантов». Ну и 29-го мы покажем наших шеф-поваров всем жителям. Итоги фестиваля, включая результаты конкурсов шеф-поваров и официантов, будут подведены 29 июля. А теперь в Конорский район. Туристическим брендом там стало имя Иосифа Бродского. Поэт провел в деревне Норинское полтора года в ссылке за тунеядство. В апреле 2015-го там открыли дом-музей, который за два года посетило почти 2000 человек. По местам Бродского в Норинской прошлась и Олеся Кокина. Деревня Норинская гораздо старше Нью-Йорка, который Бродский так любил. И гораздо моложе Венеции, в которой он похоронен. В апреле 1964 года поэт прибыл сюда, в Норинскую, для того, чтобы отбывать ссылку в качестве рабочего в совхозе Даниловский. А угол будущий Нобелевский лауреат снимал вот в этом доме, точнее в строении, которое стояло здесь до реставрации. Она завершилась в 2015 году при поддержке губернатора Игоря Орлова. С тех пор народная тропа в нежилую деревню Норинская не зарастает. Экскурсии туристам проводят краеведы, библиотекари и журналисты из Коныши. В летний период он жил в зимовке, а зимой он переходил как раз в летнюю избу. Пойдемте как раз в мемориальную часть дома, затопим русскую печь. Это летняя изба. На столе у печки пряники в газетном кульке, портсигары и стакан в подстаканнике. Все экспонаты исключительно тех времен, в которые жил здесь Бродский. Отбирали их тщательно со всей округи. Что не смогли найти подлинного, состарили искусственно. Хотя вещей самого ссыльного поэта здесь почти нет. На столе всегда был творческий беспорядок, было много литературы. Она хаотично была разбросана. Печатная машинка, типовая, того времени представлена у нас. Спидола, где он с друзьями сидел на этом диване и слушал голос Америки. К слову, к экспонатам можно прикасаться, проникаясь творческой энергией поэта, которая словно впиталась в стены. За этим сюда едут со всей страны, причем не только туристы. Дом-музей навещают художники и писатели, и даже остаются здесь жить и творить. Участвуя в проектах «Вдохновение Бродским» и «Добровольная ссылка в Норинскую». Олеся Кокина, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. Итоги дня в 19.20 на канале ТВ-Центр. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова